МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Из минусов в плюс. Растает ли в Чебоксарах первый снег? Более полутора сотен миллионов рублей в Чувашии завели уголовное дело по факту уклонения от налогов в беспрецедентном для Республики размере. Скульптурный парк и международные симпозиумы, о чем мечтают художники Чувашии. В 2015 году Союз художников Чувашии отметит свое 80-летие. Подготовка уже идет полным ходом. Как-никак, это событие важно не только для 150 членов Союза, но и для всей республики. Сегодня художники встретились главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Союз художников Чувашии является ведущей творческой организации по Волжье. Но, несмотря на свой солидный возраст и статус, испытывают некоторые трудности. В середине 90-х организация получила помещение под мастерские в безвозмездное и бессрочное пользование. Часть из них находилась в муниципальной, а часть – в федеральной собственности. Но в 2011-м с художников потребовали арендную плату. В результате многочисленных переговоров с администрацией города Чебоксары договор был продлен еще на пять лет. Я хочу сказать, чтобы к средствам пришли уверенные в том, что эти мастерские не требуют пролонгаться через каждые пять лет. В какой-то степени надо на поле длительный срок закрепить на обзор. Возвестное пользование. Почему? Потому что художник пришел на пять лет. Он не будет делать ремонты, не будет крыши чинить, не будет отдавать деньги на лифт и так далее. Поэтому уверенность вселить надо таким опытом, чтобы художники были сочетаны властью. Глава Чебоксар Леонид Черкесов обещал обсудить это на заседании городского собрания депутатов. Город активно сотрудничает с Союзом. Ежегодно в столице появляется не менее двух памятников. В ближайшее время планируется установить памятники академикам Геннадию Волкову и Алексею Крылову. В перспективе – востоковеду Никите Бичурину, купцу Ефремову, а также открыть аллею трудовой славы. Кстати, место для нее определят путем интерактивного голосования. Следующий, который у нас уже прошел в городе, проект – это рыбак с Волги возвращается с удочкой. И там интересный проект, а в сумочке выглядывает русалка. Вот такой интересный нарбатия, тоже идея Владимира Порфирьевича, она уже прошла. Скульптор и заслуженный художник России Владимир Нагорнов также выступил с инициативой создания в Чебоксарах музея скульптур под открытым небом, аналогичного скульптурному парку «Легенда» в Пензе. Он известен ежегодным проведением международных скульптурных симпозиумов. Что это дает для республики, для города? Вот, допустим, 20 скульпторов с разных стран, с разных регионов. Во-первых, каждый регион, они все равно своеобразно работают, да? Это дает насыщение вот такой разнообразии культуры. Вот в течение месяца 20 скульптур, и все это остается в городе, все остается в республике. Можно за один год сформировать сразу косогор, допустим, парк скульптур. Мы готовы участвовать в республике и город с земельным участком, который будет предоставлен. Но этот земельный участок должен быть где-то на берегу Волги, в пригороде, недалеко Шабуково. Дальше теперь надо будет смотреть, кого найти бизнесмена. Потому что бизнесмен может там построить гостиницу. Гостиница, она будет окупаема. Соответственно, никто туда бюджет не будет вкладывать. Это коммерческий проект. На принципах государственного частного партнерства можно это реализовать. Сегодня в республике есть предприниматели, которые готовы вкладывать в создание памятников свои средства. Глава республики отметил, даже малые архитектурные формы имеют большое значение для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Завтра, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. Это тяжелое заболевание угрожает каждому пятому россиянину. Сегодня диагноз занимает второе место в списке причин смерти после инфаркта миокарда. От инсульта страдают в первую очередь люди пенсионного возраста. Но с каждым годом эта болезнь настигает все больше молодых людей. Сейчас в группу риска входят мужчины и женщины в возрасте 40+. В рамках акции в учреждениях здравоохранения городов и районов республики пройдут неоткрытых дверей и занятия в школах здоровья. С 12 до 15.00 в крупных торговых точках МТВ-центре, Мегамоле, Мадагаскаре каждый желающий сможет пройти скрининг-диагностику, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела и другие виды исследования. Сотрудники центров здоровья проведут тестирование на выявление факторов риска, а также индивидуальное профилактическое консультирование и раздадут листовки памятки с рекомендациями, разработанными в рамках программы по борьбе с инсультом. Также будут организованы мастер-классы по правильному измерению артериального давления. Следственный комитет России по Чувашии возбудил очередное уголовное дело. Генеральный директор Чувашии энергосбыта подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Дела завели и на возможных его пособников, учредителя двух юридических лиц с признаками фирм-однодневок и ее бывшего супруга. Махинации на такую сумму в Чувашии до этого не наблюдалось. Практически на две недели с сегодняшнего дня и по 14 ноября в Чебоксарах ограничит движение по улице Энгельса на участке от торца дома номер 42 и до пересечения с улицы Николаева. Ограничение будет действовать с 8 утра и до 15 часов дня ежедневно, кроме выходных. На такие меры администрация города пошла в связи с капитальным ремонтом теплотрассы. Сквер огнеборцев в скором времени появится в городе Железнодорожников. Накануне в Канаше заложили первый камень на месте будущего парка. В настоящем неприглядное место, а в будущем газоны, деревья, фонари, лавочки, а главное пожарная машина «Урал» на стеле. Так по замыслу проектировщиков будет выглядеть сквер огнеборцев. Идею его создания поддержали депутаты Канажского городского собрания. На церемонию заложения первого камня в основание стеллы пригласили ветеранов службы. Кстати, приурочили мероприятие к знаменательной дате. 89 лет сегодня Канажской пожарной охране. Это очень много или очень мало судить, наверное, не нам. Но за эти годы зародилось и укрепилось очень много традиций. Очень много людей прошло службу в пожарной охране. Расположится сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина. 1 ноября симфонический оркестр Чувашской государственной капеллы примет участие в Международном фестивале современной музыки «Московская осень». Этот престижный фестиваль проходит уже в 36-й раз. Подробности в нашем сюжете. Участие Чувашского симфонического оркестра капеллы в крупнейшем музыкальном форуме России началось еще в 2008 году. Тогда коллектив успешно выступил на 30-м Международном фестивале современной музыки «Московская осень». Именно с того момента художественный руководитель и главный дирижер капеллы, народный артист России Марис Еклашкин, стал постоянным участником престижного фестиваля. Что после каждого выступления, должен сказать, состоятся обязательные круглые столы, где высказывается очень жестко. Там не жалеют и не смотрят на имя твое. Плохо? Значит плохо. Если это хорошо, хорошо. Если это отлично, отлично. Но в нашем деле, так скажем, в мире искусства, в мире дирижирования, исполнительства достичь совершенства абсолютно недопустимо. Недопустимо, говорю, потому что это невозможно. В репертуаре оркестра произведения чувашских композиторов. Например, коллектив исполняет сочинение классика отечественной музыки Андрея Ишпая. Кстати, на фестивале «Московская осень-2011» состоялась премьера реминисценции для флейта и струнного оркестра, написанная композитором специально для нашего симфонического оркестра. Выбрали произведения, которые могут на сегодняшний день представить музыкальные сочинения композиторов Чувашии. И при том, это композиторы разных поколений по стилю, по духу, по пониманию, по мироощущению. Это разные совершенные композиторы разных лет. Я всегда считаю честь, долг мой перед чувашскими композиторами – их озвучивать, их исполнять, их вспоминать, что есть у нас крупные личности в чувашской музыкальной культуре. А кто, кроме нас, это сделает? Никто не сделает. Кто сыграет симфонию Геннадия Воробьева на сегодняшний день? Только мы сыграли. Кстати, услышать произведения Воробьева, Ишпая, Григорьева, Алексеева и многих других чувашских композиторов можно будет 19 ноября. Именно в этот день симфонический оркестр исполнит фрагменты их произведений для ценителей классической музыки нашей республики. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в 20.30 не пропустите вторую серию реалити-проекта «Такие же». Это программа о лицах с ограниченными возможностями. На этот раз речь пойдет о детях. К сожалению, никто не застрахован от рождения больного ребенка. И эта беда кардинально меняет жизнь всей семьи. Очень важно вовремя начать реабилитацию малыша. Чаще всего дети инвалиды или дети с какими-то отклонениями рождаются преждевременно или слабыми, или теми, которые требуют интенсивной реанимационной помощи с самых первых минут после рождения. Основная причина, почему детки рождаются раньше срока, это состояние здоровья родителей. Я была без информации абсолютно. То есть я не знала, что делать. Я не знала, что нужно заниматься как-то. Что у нас ждет, я не знала. Что он не будет ходить. Я думала, он так же, как все остальные, он будет ходить, сядет, сидеть, разговаривать. Обычно отец и мать, узнавшие о недуге ребенка, находятся в состоянии стресса. Как жить с этой бедой? Как помочь людям, столкнувшимся с ней? Как постараться уберечь своих близких от несчастья? Об этом пойдет речь в программе «Такие же» сегодня в 20.30. Не пропустите. Погода в очередной раз удивляет жителей республики. Не успели мы привыкнуть к наступившим холодам, как она преподносит очередной сюрприз – потепление. Что ждать Чебоксарам в ближайшие дни, мы спросили синоптиков. Только жители Чувашии достали зимние вещи, как в республику пришло потепление. Но любителям покататься на санках не стоит переживать. Плюсовая температура, по данным гидрометцентра, продержится недолго. На ближайшие три дня, то есть до субботы, у нас ожидается еще повышение температуры. То есть будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер, в принципе, юго-западный с небольшой скоростью всего 5-10 метров в секунду. Но температура воздуха и ночью, и днем ожидается от нуля до плюс пяти. А по югу республики, возможно, и до плюс семи градусов. Наша территория оказалась в тылу теплого антициклона, основная часть которого стоит намного восточнее нас. Но мы вот в самом его теплом секторе. И еще по северу европейской территории республики медленно продвигается обширный циклон, тоже с теплыми фронтами. Самым обсуждаемым в сети был и остается вопрос, растает ли снег. Синоптики прогнозируют, что на севере республики он уплотнится, осядет, но не растает. А вот на юге дела обстоят, иначе там снега не будет. Пока по предварительному прогнозу начнет постепенно холодать, это с 1 ноября. 1 ноября мы ожидаем по высотам заток холодного воздуха. И у нас уже медленно, но уверенно температура начнет понижаться. И на следующей неделе, я думаю, уже никаких плюсов не будет, а будет все-таки же стабильный небольшой минус. Еще одна хорошая новость такого аномального поведения погоды, как 10 назад, больше не ожидается. По крайней мере, по мнению синоптиков. Юлия Важенина, Республика. Сегодня в театре оперы и балеты отметили 90-летие аптечной службы Чувашии. Ее история началась с образования Чуваш-медторга, известного ныне под названием «Фармация». Об этом подробнее после нашего выпуска. А я с вами прощаюсь. До свидания. В Чувашии, пожалуй, нет ни одного человека, кто бы не покупал лекарства, витамины или медицинские товары в аптечной сети «Фармация». Сегодня «Фармация» – крупнейшее в республике государственное предприятие, которое объединяет 20 городских и 36 районных аптек. А хиоски по продаже лекарств расположены не только в районных центрах, но и в небольших населенных пунктах. Вы не затерялись в современное время, в рыночные отношения, когда серьезная конкуренция в вашей отрасли. На каждом шагу открываются аптеки. Без вашего труда, без вашего каждодневного кропотливого труда, наверное, трудно было представить сегодня успех всего здравоохранения Чувашской республики. Именно «Фармация» – это единственное предприятие в республике, которое занимается льготным отпуском лекарственных препаратов. За 90 лет предприятие пережило многое. В 60-е годы прошлого века за короткое время удалось открыть около 40 аптек. А в 90-е годы для закупки препаратов приходилось брать кредиты под 360% годовых. Сегодня «Фармация» – единственная в республике сеть, которая занимается не только продажей, но и изготовлением лекарственных средств. Детки с рождения, которых выхаживают в кветочках, им нужны очень маленькие дозировки порошков. Заводы пока не готовят этих лекарственных форм. И мы готовим роддомам, президентский перинатальный центр и детским больницам. Главное достояние предприятия – это его работники. Сегодня здесь трудится более 800 человек. Опыт и любовь к профессии передаются из поколения в поколение. За эти годы образовалась не одна трудовая династия. Я выросла в Батырево и ходила в аптеку центральную районную. И прямо стояла, глядела на такие накрахмальные шапочки. Такие халаты, чистота, порядок. И для меня уже другого выбора не было. Спрочем, этих людей объединяет не только работа. Фармацевты – главные адепты здорового образа жизни. Спорт для них – основа гармоничного психического и физического здоровья. В этом они убеждают и своих клиентов. Ведь главная цель фармации – сохранить и укрепить здоровье жителей республики. Изубричным. Субтитры создавал DimaTorzok